Девушки отдыхают Звоните 321-201 Кухонная студия «Мария» в Абакане на Чертыгашево, 135А Торговый центр «Декорум» «Мария», когда кухня в радость Всем привет! Это снова программа «Муж на кухне» Передача, в которой мы всегда готовим простые, доступные и очень вкусные блюда, друзья И сегодня, наверное, последняя такая передача, где мы воспроизводим именно такие рецепты Потому что, ну, сами понимаете, что на следующей неделе уже наступает декабрь И надо потихоньку готовиться к Новому году Ведь все-таки Новый год немало доставляет хлопот домохозяйкам, да и домашним поварам, так скажем Потому что и мужчины в том числе также принимают участие в приготовлении праздничного ужина А я бы не хотел, чтобы вы заморачивались на эту тему Поэтому у меня есть очень много интересных рецептов к Новому году 6 декабря обязательно смотрите нашу передачу Ну, а сегодня мы давайте уже закроем тему временно блюд на каждый день И все-таки начнем что-то такое новогоднее Вы видите, у меня на столе такая горсточка большая мандаринов лежит Я предлагаю сделать из них варенье к Новому году Также мы сегодня сделаем картошку по-швейцарски Об этом попозже, давайте сначала про продукты Знаете, я очень рад, что сейчас появляются сервисы, которые очень экономят наше время Например, для того, чтобы купить продукты, вовсе не обязательно ездить в супермаркет Достаточно просто дойти до компьютера, набрать адрес интернет-гипермаркета И выбрать то, что нужно Самое главное, что меня радует, что не нужно никуда ездить Ходить вдоль бесконечных стеллажей и стоять в очередях Удобная навигация интернет-гипермаркета полка позволяет максимально быстро найти нужный продукт или товар и отправить его в корзину В течение трех часов пакет с продуктами сам приезжает к вам домой И вам останется лишь только рассчитаться за него и приступить к приготовлению Кстати, оплатить можно как наличным, так и безналичным расчетом Знаете, что мне еще понравилось? Я не купил ничего ненужного, как это бывает в супермаркетах А мне привезли ровно то, что мне необходимо для рецепта А еще такой сервис очень подходит для приобретения продуктов впрок Что это значит? Это значит, что вместо стандартной воскресной поездки в гипермаркет, чтобы купить продукты на неделю Вы можете легко поехать в лес, погулять и подышать свежим воздухом А гипермаркет полка сам все вам привезет Ну что ж, давайте начнем готовить Я говорил про картошку по-швейцарски Скоро очень вы узнаете, что это такое Для нее мне необходимо запечь перцы Здесь у меня разогрета духовка Очень сильная температура, мне 200 градусов Мне необходимо, чтобы перцы прямо подгорели Но мы не раз с вами уже это делали Вы прекрасно знаете, как они должны выглядеть Теперь давайте займемся вареньем Итак, мандарины Мандарины нужно, разумеется, конечно же, почистить С мандаринами мне нравится работать, потому что чистятся они всегда просто чудесно А еще сейчас идет сезон мандаринов И они стоят недорого То есть вот эти вот мандарины, если мне не изменяет память Порядка 60 с чем-то рублей за килограмм Поэтому легко можно позволить себе сделать варенье Ну правда же? Итак, смотрите, какие манипуляции Я мандаринку разобрал на дольки И далее, ну тут надо повозиться, тут ничего не скажешь Разрезаем напополам и убираем Если вам попадаются косточки, то косточки, конечно же, друзья, лучше достать Конечно, некоторые повара, когда делают мандариновое варенье Или мандариновый конфитюр, если быть более точным Они даже убирают вот эти беленькие все пленочки Ну мне кажется, что нам, сибирикам, заморачиваться на эту тему не нужно Потому что и в этих пленках тоже есть важные для нас витамины И последняя мандаринка Друзья, ну у меня здесь получилось, ну наверное, килограмма полтора Подготовленных мандарин Вы понимаете, да, зачем я их разрезаю? Конечно, за тем, чтобы они отдали свой сок Здесь у меня разогревается сковородочка Такая глубокая Я бы даже сказал сотейничек Я в нее выкладываю все мандарины И на полтора килограмма Здесь у меня полкило сахара Высыпаем сахар Сейчас вы прекрасно знаете, какая технология дальше Здесь у меня такой средний огонь Нужно, чтобы мандаринки потихонечку начали Вытапливаться, подтапливаться Давать сок, карамелизоваться вместе с сахаром В общем Здесь уже мое участие не особо-то и нужно Вот я вижу, уже появляется водичка Сок мандариновый начинает смешиваться с сахаром Сахар начинает в нем растворяться Начинает появляться карамель Собственно, все Я чувствую по запаху, что перцы уже запеклись Давайте достанем Вот они, красавцы Я перцы переложу в глубокую чашку И накрою их пленкой Чтобы они, так скажем, доготовились Немножко доготовились, подостыли И после вот такого приема кожица будет очень хорошо отделяться от перцев Итак, давайте возвращаться к нашему варенью Друзья, смотрите Здесь уже у меня быстренько все закипело Очень быстро стал выделяться сок Сейчас варенье жидкое Мне необходимо, чтобы лишняя влага вытопилась Но вытопилась не просто так А параллельно, чтобы варенье напиталось нужными запахами Нужными ароматами Смотрите, здесь у меня корица строганная Да, натуральная Одну палочку я брошу И этого будет достаточно Молотую корицу не рекомендую использовать Потому что, ну, не все любят И она все-таки такими крапинками будет Ее будет видно А это потом достанем Собственно, и все Останется только вкус и запах Равно как и следующий ингредиент Смотрите, здесь у меня Ну, операторы говорят, что что это за орешки Это не орешки, друзья Это части звездочек Вы наверняка видели Вот немножечко могу показать, да, часть звездочек Просто обломанные Это бадьян, друзья Очень интересная пряность С таким ярким анисовым вкусом Но продается Я обязательно напишу в нашей группе Муж на кухне в Одноклассниках Где его можно купить Но если все-таки вам не охота по каким-либо причинам То везде, в том числе и в полке Продается пряность, которая называется анис Анисовые семена Собственно, бадьян пахнет анисом А анис пахнет, естественно, собой Очень яркий аромат Но это, друзья, все-таки Тоже семена Смотрите, на укроп похожие Ну, совершенно с абсолютно другим ароматом Их тоже в варенье, конечно, можно добавить Но это только фанатам аниса Их не вытащишь потом Они будут в варенье, их будет видно А бадьян я легко достану И останется только запах Ну, вот на это количество Я думаю, что Пару больших звездочек вам хватит Ну, поскольку они у меня раскрошенные То примерно вот такое количество я положу И это не все Есть еще третья специя Даже не специя Вообще в это варенье идет ванильная палочка, друзья Она дорогущая, просто жуть Поэтому можно использовать Обычно ванилин А у меня здесь ванильный сахар Стоит 5 рублей Буквально я Столовую ложку с горкой положил И все Вот теперь у нас полный букет Всего, что нужно За исключением того, что Любое варенье, любое сладкое блюдо Необходимо слегка подсолить Вот все Пусть это все дело кипит Я предлагаю ненадолго прерваться Обязательно дождитесь второй части нашей передачи Мы будем делать картошку по-швейцарски Очень интересный рецепт Оставайтесь с нами Особенный, специально для вас Любой торт на заказ Узнайте как на сайте Тортобакан.ру Или звоните 321-201 Вы, несомненно, будете рады Когда в вашем доме появится она Изящные и безупречные формы Тонкий шарм Легкий характер Мария Когда кухня в радость Чертыгашево, 135А Мебельный центр Декорум Это здорово, друзья Что вы остаетесь в нашей передаче Мы продолжаем придумывать И творить на нашей кухне Мы уже почти сделали варенье из мандаринов Вон оно булькает вместе с бадьяном и корицей Важно, чтобы вытопилась вся лишняя вода И варенье загустело Поэтому на это потребуется время Но участвовать в этом процессе мы не будем А начнем готовить картошку по-швейцарски Ну, швейцарцы люди тоже, наверное, умные И, в общем-то, наверное, именно поэтому не бедные Да, что они знают толк в том, как можно сэкономить на еде Друзья, картошка Я ее помыл и отварил в мундире Я ее порежу На такие вот крупные кубики Это копченая корейка Ну, по-нашему просто копченое сало Но только единственное, что я взял сало такое более-менее мясное Мы нарежем его вот такими пластиками И между тем это блюдо, друзья, прекрасно, отлично подойдет Обычный ужин Сразу же включу сковородочку Догадывайтесь, наверное, что я буду сейчас делать Выкладываем копченое сало на сковородочку Никакого масла я не добавляю Боже, упаси, зачем? Что за вздор И продолжаем готовить картошку по-свейцарски Берем лучок Лучок я просто порублю полукольцами Две средние луковицы Проверим варенье Вот оно уже начинает густеть Обратите внимание Даже получается такое немножко однородное Пора воссоединить эти два одиночества Лук и копченое сало Это союз, который заключен буквально на небесах Ну, во всяком случае, с одобрением это точно Все Теперь давайте закончим заготовками Берем перчик Он остыл Смотрите, как хорошо отделяется кожица Снимается В оригинале, честно скажу, друзья Это блюдо готовится без перца Но я люблю всегда То есть оно такое настолько насыщенное получается Настолько плотное Настолько калорийное Поэтому я решил все-таки добавить какую-то свежесть в него Только, друзья, упаси вас, боже Промывать такой перец под водой Ни в коем случае Так, ну вот В этой формочке у меня запекаться Я думаю, что Побольше надо взять Целую такую баночку Сметанки Причем Конечно, можно использовать Какие-нибудь Сливки Это будет поделикатнее Мы еще добавим кислинку Это, друзья, белое сухое вино Приблизительно 100 С небольшим грамм Я добавлю его в сметану И размешаю А знаете почему? А вот любители фондю сейчас Наверняка подумали А ведь точно Мы видим, что У Максима на столе лежит сыр И сыр этот пойдет в картофель И фондю делается Сыр смешивается с вином И потом уже плавится Собственно И получается вот этот Изысканный вкус Плавленого сыра В фондю Так Вот видите, как прекрасно все размешалось Мы это дело посолим Я уже сниму сковородку С луком И беконом Добавим Здесь у меня Красный сладкий перец Паприка Ну, собственно, то же самое Только сушеная и молотая Берем терку И натираем сыр Можно даже немножко Натереть на мелкой Чтобы Сыр, когда расплавится Ушел в массу соуса Так, посмотрим, что у нас тут получается А вот, друзья, собственно, момент Который ни в коем случае Нельзя проморгать Варенье загустело Смотрите Вот Вот оно Янтарное Золотистое варенье Оставим его Немножко Пусть Спокойно постоит Отдохнет Ну что И давайте теперь Будем Так скажем Собирать наше блюдо Возьмем немножко Масла Смажем форму Выкладываем Картошку Слой Выкладываем Слой Копченого сала Жареного Обжаренного с луком Прокладываем Перец Я нарежу его На такие вот полосочки И поливаем Соусом Повторяем Процедуру Здесь уже Я Выкладываю Оставшийся Лук С беконом Распределяю Чтобы Не дай бог Кого-нибудь Не обидеть Полью соусом Оставшимся Вот так проткну Чуть-чуть Чтобы он Ушел туда вниз А вот теперь уже Перцы И в завершении Как мы с вами Обычно это любим делать Сыр на крупной терке Вот тут даже не скажешь Друзья Что это какой-то Обычный Такой Ужин Домашний Будний день Не знаю Не знаю Что это все-таки Смахивает на то Что это какой-то Необычный ужин Ну да ладно Это уже мои доводы Вот что получилось Ставим в духовку Я не буду Ничего накрывать Никакой фольгой Нам нужно Чтобы это все Чуть-чуть вместе Протушилось Пропиталось Великолепно Соусом Чуть-чуть Затвердела И получилась Вот эта самая Настоящая картошка По-швейцарски Друзья У меня Бардак на столе Я немножко Уберусь Ненадолго Прервемся Потом обязательно Возвращайтесь Мы посмотрим Что у нас получилось Оставайтесь с нами Осенью и зимой Особенно хочется Чего-нибудь согревающего Кофе-бар Сладкарница Приглашает вас На открытие сезона Горячих напитков Безалкогольные Пряные глинтрейные Пунши На любой вкус Попробуйте Кухни Мария Бабакани Каждому Заказавшему кухню Дарим подарок Торговый центр Декорум Чертегашева 135А Торговый центр Премьер Шевченко 86 Мария Когда кухня В радость Друзья Мы начинаем Заканчивать Так скажем Да Здесь у меня Картошка По-швейцарски Готова Давайте посмотрим Что получилось По-моему Прекрасно получилось Как я уже говорил Блюдо у нас сегодня Такое очень Насыщенное И даже Несмотря на то Что я Добавил в него Свои нотки То есть освежил его С помощью Запеченного Болгарского перца Я думаю Что в любом случае Этого будет мало И освежить его При подаче Тоже Будет Нужно Ну а Самые Доступные Наверное Сегодня из овощей Это друзья Все-таки Огурцы Но Как говорится Не все огурцы Одинаково Полезны Лучше конечно Выбирать проверенных Производителей Тех кто Ни о чем Не умалчивает И ничего не прячет Бережно Упаковывает Свою продукцию Специальную пленку И пишет на ней Всю необходимую Для потребителя От ГОСТа По которому Он был сделан До энергетической Ценности Кстати Именно благодаря Такой упаковке Огурцы От тепличного Комплекса Воскресенский Долго хранятся И сохраняют Все полезные Свойства Тепличный Комплекс Воскресенский Аромат На вашем столе Я выложу Несколько Огурчиков К нашему блюду Они сразу Добавляют Аппетит И собственно Давайте посмотрим Что там Внутри Очень хорошая Корочка Получилась Это значит Что сыр Я выбрал Правильный Вот Так Все друзья Вот Так выглядит Картофель По-швейцарски Я думаю Что в принципе Такой рецепт Может воспроизвести У себя Дом на кухне Любой Из вас Ну и Я напоминаю Что мы с вами Сегодня еще делали Варенье Из мандаринов Я Его Уже без вашего Участия Переложил Вот в такую баночку Чуть больше У меня еще одна Баночка такая Получилась С этого количества Единственное Что могу сказать Могу сказать Что Перекладывать банки Его нужно Абсолютно горячим И банки Конечно Предварительно Лучше стерилизовать Ну а Подавать И кушать Такое варенье Я не знаю Можно Хоть с чем Но Друзья Те Кто Хоть раз Пробовал В кондитерском доме Сладкарница Овсяное печенье Думаю Со мной согласятся Что это Наверняка Ну даже Не наверняка Это лучшее печенье Овсяное Которое Только Может быть Поэтому Я Сегодня Предлагаю Именно Вот такую Комбинацию Овсяное печенье И Варенье Из мандарин Или конфитюр Мандариновый Но и Более того Надо сказать Что кондитерский дом Сладкарница Продолжает Сезон Горячих напитков И Приглашает вас К себе Друзья Но На сегодня Это все Я думаю Что ничего Такого Супер Удивительного И не было И знаете Это наверное Хорошо Раз не было Ничего удивительного Значит все Было понятно Но если вдруг Что-то вы упустили То Сегодня На канале Россия 24 19.00 Наша передача Обязательно Повторится Также я вас Приглашаю На сайт Одноклассники.ру В группу Муж на кухне Найти нас Очень просто В поисковике Набирайте Муж на кухне И присоединяйтесь К нашей группе Зачем? Затем Что там Выложены Все рецепты Из наших передач Там Есть рецепты Пошаговые Там Я пишу Какие-то свои соображения Там мы Более того С вами общаемся И Даже Вы можете Писать На нашей стене Свои рецепты И какой-нибудь Из них Я обязательно Воспроизведу Наши передачи Ну А на сегодня Это все Я напоминаю Что с 6 декабря Мы начинаем Серию передач Предновогодних Так что Не пропустите Пока Все продукты Для сегодняшнего рецепта Можно купить В одном месте Не выходя из дома Первый интернет Гипермаркет Полка Полкадефисмаркет Точка ру Осенью и зимой Особенно хочется Чего-нибудь согревающего Кофе-бар Сладкарница Приглашает вас На открытие сезона Горячих напитков Безалкогольные Пряные Глендрейные пунши На любой вкус Попробуйте Сладкие новинки Сезона Шоколадный чизкейк Из итальянского Сливочного сыра Маскарпоне А также очень необычные По-настоящему зимние Слойки с тыквой Дуэты творога Яблока и тыквы Не оставят вас равнодушными Для любителей кофе Новый комплимент Кофейные зерна В шоколаде Согревайтесь Осенью Вместе со Сладкарницей Кухонная студия Мария Лобакани На Тараса Шевченко 86 Мария Редактор субтитров А.Семкин